Сегодня мы уже послушали рекомендации, как правильно составить клиническое исследование, как использовать международный протокол в практике. И пришло время представить протокол клинического исследования, который... кто сделает это? Это аспирант кафедры онкологии Мисс Балахина, Блиганов Павел Ильич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад вас приветствовать и хотел бы представить вам протокол клинического исследования, посвященному стереотоксической лучевой терапии и министатической меланомы кожи в комбинации с иммунотерапией. В начале своего доклада хотелось бы сказать пару слов о том, что министатическая меланома кожи является высокоагрессивным заболеванием, отдаленные метастазы которого могут встречаться практически во всех внутренних органах. Несмотря на то, что за последние годы достигнут определенный существенный прогресс в системном лечении данного заболевания, общий ответ на проведение иммунотерапии по литературным данным в среднем составляет до 30%. При этом лучевая терапия и последние достижения в методике облучения, а также подведении высоких доз к опухоли, заставляют нас отходить от понимания меланомы как радиорезистентного заболевания. При этом, к сожалению, большинство публикаций в данный момент, опубликованных на источниках таких как PubMed, Web of Science, они связаны с подведением доз к интракраниальным метастазам меланомы, а экстракраниальные метастазы, ну, таких публикаций не так много. Вот из последних, которые мы можем представить, это те, которые связаны с сравнением с сериотоксической лучевой терапией, и гипофракционированной лучевой терапией. Чтобы не повторяться, не повторять моего докладчика, который был до меня, абскопальный эффект, то есть эффект, связанный с регрессией опухолевой ткани за полями облучения, очень интересная вещь, которая дискутабельна, публикаций на данный момент действительно много, это все кейсы. И в определенных исследованиях, которым из 206 человек, абскопальный эффект наблюдался аж у третьих пациентов, но при этом не было взаимосвязи между общим ответом на иммунотерапию с лучевой терапией, с наличием или отсутствием данного эффекта. В другом исследовании из 21 пациента всего лишь, у 52% пациентов, у 10% данный эффект был наблюден, и, соответственно, их общая выживаемость была несколько выше, нежели у пациентов, у которых абскопальный эффект не наблюдалось. Соответственно, в данный момент существует вопрос, как же нам все-таки проводить лучевую терапию совместно с иммунотерапией или нет. И есть исследования, связанные с проведением иммунотерапии и лучевой терапии при сугубо интракраниальных метастазах меланомы. Здесь большой метаанализ из порядка 2500 пациентов, 44 исследования, в принципе, который показал то, что иммунотерапия не портит картины вместе с лучевой терапией. Но при этом экстракраниальные метастазы и опять то самое исследование ЧИРС, которое показало, что нет разницы в добавлении иммунотерапии к лучевой терапии у пациентов с методической меланомой в показателе выживаемости без прогрессирования. И вроде бы как бы мы на что-то ответили, но всего 100 пациентов, 5 нозологий, 20 пациентов меланомы, и на самом деле под анализы как такового и нет. Вот я не нашел его, к сожалению. Ну и, соответственно, все это диктует нам необходимость исследования, которое может пролить свет на то, необходимо ли присоединять лучевую терапию, стереотоксическую лучевую терапию к иммунотерапии в лечении метастазической меланомы. Задачей нашего исследования является оценка частоты общего ответа на проведение лечения в группе иммунотерапии и лучевой терапии, соответственно, поиск факторов, влияющих на проявление этого ответа, и оценка эффективности и токсичности комбинированного лечения при сравнении с группой, где будет проведена только одна иммунотерапия. Пациенты, которые мы будем включать, здесь как интро- так и экстракраниальные очаги, более шести очагов и отсутствие только костных, пациентов только с костными очагами, с индексом Корновского от 70 до 100 и кокс статусом 0-2, без предшествующей иммунотерапии. При факторе стратификации указываем самое главное, это также эко-статус индекс Корновского, а также уровень ЛДГ плазмы крови, брав статус опухоли и терапия ГКС. Дизайн исследования представлен на ваших экранах. При статистической обработке данных будет несколько оценок. Публикация результатов будет осуществляться при каждой оценке результатов. Здесь в первой оценке 30 пациентов в каждой группе, при второй, при успешности первого этапа лечения, соответственно, 60 пациентов. Наблюдение в течение двух последующих лет с оценкой общего ответа на лечение посредством критериев айрицист и рецист. С подсчетом показателей общей выживаемости пациентов, рентгенологической выживаемости без прогрессирования, а также отсмотром выраженности лучевых реакций и осложнений. Так как данное исследование будет одним из первых, насколько я понимаю, у нас проведенных, во всяком случае, в нашем центре, мы приглашаем всех к участию в нем, так как пациентов необходимо набрать достаточное количество, чтобы хоть как-то поставить точки в том, необходимо ли все-таки подсоединять стереотоксическую лучевую терапию к иммунотерапии в лечении эмитетической маланомы. Спасибо вам за внимание. Жду ваших вопросов. Большое спасибо, Павел Ильич. Будут ли вопросы у зала, у коллег? На самом деле сейчас важный момент. Мы сессию делали вообще не просто так. Мы ее целенаправленно делали с акцентом на клинические исследования. И те два клинических исследования, которые мы планируем, как нам кажется, они довольно просто могут быть воспроизведены именно в регионах. Потому что, в принципе, это наши типичные пациенты, которые к нам попадают. Но, как сказал Сергей Сергеевич в своей первой части, даже мы с нашим ежедневным пациентопотоком в 400 человек будем набирать любую группу пациентов бесконечно долго. И никаких нормальных исследований у нас у одних, даже у самых крупных, никогда не получится. Нормальных. Которые действительно можно будет опубликовать, можно будет действительно интерпретировать результаты. А нам остро нужны свои исследования. Нам нужно однозначно работать в этом направлении. Поэтому мы приглашаем всех, кто сейчас в зале, кто слушает нас онлайн, присоединяться. Это ваша реальная клиническая практика, но, грубо говоря, которую мы просто все вместе посчитаем и попробуем сделать действительно что-то интересное для всех, для нас. Поэтому вот это основная цель вообще всей сегодняшней секции и всех выступлений. Поэтому всех ждем. Пишите, пожалуйста. Мы очень надеемся, что у нас у всех вместе все получится. Большое спасибо, Павел Ильич. Мы двигаемся. Спасибо.